Пандемия коронавируса в Беларуси подошла к концу. Об этом заявил Минздрав. Однако расслабляться еще рано. В стране фиксируется так называемая тридемия, когда COVID-19 на очень низкой активности, но есть проблема гриппа и респираторных заболеваний. Медики призывают вакцинироваться, носить маски в общественных местах и сохранять социальную дистанцию. В Беларуси в этом году сохранится скидка в 10% на социально значимые товары. Она распространяется на 29 позиций. Такая поддержка предназначена для пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных. Сумма покупок в конкретном магазине с предоставлением льгот не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас это 339 рублей 83 копейки в месяц. В Бобруйском районе изъяли из продажи некачественное какао российского производства. Товар был обнаружен во время проверки одной из организаций. Фактически показатель массовой доли жира составил 4%, когда норма от 12 до 20. Госстандарт запретил его ввоз и реализацию на территории Беларуси. Команда Бобруйска вернулась с третьего этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. В составе сборная ребята, которые уже добились высоких результатов на областном уровне. Всего 202 человека. Итог впечатляющий. 85 дипломов различных степеней и 19 поощрительных. Хоккеисты Динамо Шинника одержали волевую победу в выездном матче МХЛ против Амурских Тигров из Хабаровска. Подопечные Андрея Михалева отыгрывались дважды. В итоге Бобруйчане переиграли соперника со счетом 3-2. Решающую шайбу в овертайме забросил капитан Матвей Шедловский. Впереди у Бобров еще две игры на выезде. 20 января с Ярославским Лока и 23 с Череповецким Алмазом.